Общее сведение. Рак тела матки занимает первое место среди злокачественных новообразований женских половых органов, а в структуре всей женской онкопатологии. Промежуточное место между раком молочной железы и раком шейки матки. Тенденция к росту заболеваемости раком эндометрия в гинекологии отчасти объясняется увеличением общей продолжительности жизни женщин и времени их нахождения в остменопаузе, а также стремительным нарастанием частоты такой патологии, как хроническая гиперэстрогения. Аннувуляция, бесплодие, миома матки, эндометриоз и дыры. Чаще рак тела матки развивается у женщин переменопаузального и постменопаузального периода, средний возраст 60-63 года. Рак тела матки – причины и этапы развития. В онкогинекологии и теологии рака тела матки рассматривается с точки зрения нескольких гипотез. Одна из них – гормональная – связывает возникновение рака тела матки с проявлениями гиперэстрогений, эндокринных и обменных нарушений, что отмечается у 70% больных. Гиперэстрогения характеризуется аннувуляторными циклами и травотечениями, бесплодием, поздними на паузой, опухолевыми, гиперпластическими процессами в яичниках и матке. Гормонозависимый рак тела матки чаще встречается у пациенток с ожирением, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, феминизирующими опухолями яичника, неоднократными прерываниями беременности, получающих заготоэстрогенами, имеющих отягощенную наследственную по раку яичников, эндометрия, молочной железы, толстой кишки. Фоновыми заболеваниями для рака тела матки служат гиперплазия, эндометрия, полипы матки. На фоне гиперэстрогении, как правило, развивается высокодифференцированный рак тела матки, имеющий медленный темп прогрессирования и метастазирования, которое в целом протекает относительно благоприятно. Такой вариант рака эндометрия высокочувствителен к гистогенам. Другая гипотеза опирается на данные, свидетельствующие об отсутствии эндокринно-обменных нарушений и расстройств овуляции у 30% пациенток с раком тела матки. В этих случаях онкопатология развивается на фоне атрофического процесса в эндометрии и общей депрессии иммунитета опухоль преимущественно низкодифференцированная с высокой способностью метастазирования и нечувствительностью к препаратам гистогенового ряда. Клинический данный вариант рака тела матки протекает менее благоприятно. Третья гипотеза связывает развитие неоплазии эндометрия с генетическими факторами. В своем развитии рака тела матки походят этапы функциональных нарушений, гиперэстрогении, аннувуляции, морфологических фоновых изменений, железистокистозная гиперплазия, эндометрия, полипы, морфологических предраковых изменений, атипической гиперплазии, дисплазии, злокачественной неоплазии, метастазирование рака тела матки происходит по лимфогенному гематогенному имплантационному способу. При лимфогенном варианте поражаются паховые подвздошные параортальные лимфоузлы. В случае гематогенного метастазирования ацевой опухоли обнаруживаются в легких костях печени. Имплантационное распространение рака тела матки возможно при прорастании опухолью миометрия и периметрия во влечении висцеральной брюшины большого сальника. Классификация рака тела матки Согласно гистопатологической классификации, среди форм рака тела матки выделяют одинокорциному, мезонефроидную, светлоклеточную, одинокорциному, плоскоклеточный, серозный, железистоплоскоклеточный, муцинозный и недифференцированный рак. По типу роста различают рак эндометрия с экзофитным, эндофитным и смешанным эндоэкзофитным ростом. По степени дифференцировки клеток рак тела матки может быть высокодифференцированным G1, умеренно дифференцированным G2 и низкодифференцированным G3. Наиболее часто рак тела матки локализуется в области дна, реже в области нижнего сегмента. В клинической онкологии используется классификация по стадиям FIGO и системе ТНМ, позволяющая оценить распространенность первичной опухоли Т-поражения лимфоузлов Н и наличие отдаленных метастазов М. 0 стадия ТИС при инвазивной рак тела матки, инситу. Ай стадия Т1 опухоль не распространяется за пределы тела матки АИТ1А, рак тела матки инфильтрирует менее 1-2 толщи. Эндометрия АИБИТ1 миллиард, рак тела матки инфильтрирует половину толщи эндометрия АИСИИТ1 секунда, рак тела матки инфильтрирует более 1-2 толщи эндометрия 2 стадия Т2. Опухоль переходит на шею куматки, но не распространяется за ее границы. АИАИТ2 отмечается вовлеченность эндосервиксы АИБИТ2 миллиарда, рак инвазирует строму шейки и 3-х стадия Т3. Характеризуется местным или регионарным распространением опухоли АИАИТ3А, распространение или метастазирование опухоли. Яичник или серозную оболочку, наличие атипичных клеток в асцетическом выпаде или промывных водах АИАИБИТ3 миллиарда, распространение или метастазирование опухоли во влагалище АИАИСИИН1, метастазирование рака тела матки в тазовые либо параортальные лимфоузлы. АИВИСТАЗИЯ Т4, распространение опухоли на слизистую толстого кишечника или мочевого пузыря. АИВИБИСТАЗИЯ М1, метастазирование опухоли в отдаленные лимфоузлы и органы. Симптомы рака тела матки при сохранной менструальной функции рак тела матки может проявляться длительными обильными менструациями, а циклическими нерегулярными кровотечениями, в связи с чем женщины могут длительное время ошибочно лечиться по поводу дисфункции яичников и бесплодия. В пастменопаузе у пациенток возникают кровяные выделения скудного или обильного характера. Кроме кровотечения при раке тела матки часто наблюдается лейкория, обильные водянистые жидкие бели, в запущенных случаях выделения. Могут иметь цвет мясных мойф или гнойный характер и хорозный гнилостный запах. Поздним симптомом рака тела матки служат боли внизу живота, поясницы, крестцы постоянного или схваткообразного характера. Болевой синдром отмечается при вовлечении в онкопроцессы с сирузной оболочки матки с давлением и параметральным инфильтратом нервных сплетений. При нисходящем распространении рака тела матки в шейку возможно развитие стеноза цервикального канала эпиометры. В случае сдавливания мочеточника опухолевым инфильтратом возникает гидронефроз, сопровождающийся болями в области поясницы. У ремея при прорастании опухоли в мочевой пузыре отмечается гематурия. При опухолевой инвазии прямой или сигмовидной кишки возникают запоры и появляется слизь и кровь в кале. Поражение тазовых органов нередко сопровождается асцитом. При запущенном раке тела матки нередко развивается метастатический, вторичный рак легких печени. Диагностика рака тела матки Задачей диагностического этапа служат установление локализации стадии процесса, морфологической структуры и степень дифференцировки опухоли. Гинекологическое исследование позволяет определить увеличение размеров матки, наличие инфильтрации рака параметральную и риктовагинальную. Клетчатку увеличенной придатки Обязательным при раке тела матки является цитологическое исследование мазков цервикального канала и содержимого аспирационной биопсии из полости матки. Материал для гистологического исследования получают при помощи биопсии эндометрия микрокюретка или раздельного диагностического выскабливания в ходе гистероскопии. УЗИ малого таза Важный диагностический скрининг-тест при раке тела матки. При ультразвуковом сканировании определяются размеры матки, ее контуры, структура миометрия, характер опухолевого роста, глубина инвазии. Опухоли, локализация, метастатические процессы в яичниках и лимфоузлах малого таза. С целью визуальной оценки распространенности рака тела матки выполняют диагностическую лапароскопию. Для исключения отдаленного метастазирования рака тела матки показано включение в обследование УЗИ органов брюшной полости, рентгенографии, грудной клетки, колоноскопии, цистоскопии, экскреторной урографии, КТ-мач, выводящей системы и брюшной полости. При диагностике рака тела матки необходимо дифференцировать с полипами эндометрия, гиперплазией эндометрия, аденоматозом, патч-лизистой миомой матки. Лечение рака тела матки Вариант лечения при раке тела матки определяется стадией онкопроцесса, сопутствующим фоном, патогенетическим вариантом опухоли. При раке тела матки гинекология применяет методы хирургического, лучевого, гормонального, химиотерапевтического лечения. Лечение начального рака тела матки может включать проведение абляции эндометрия, деструкции базального слоя и части подлежащего миометрия. В остальных операбельных случаях показана пангестерэктомия или расширенное удаление матки с двусторонней адниксэктомией и лимфодинэктомией. При формировании пиометрия проводится бужирование цервикального канала расширителями гигара и эвакуация гноя. При инвазии миометрии распространенности рака тела матки в постоперационном периоде назначается лучевая терапия на область влагалища. Малого таза – зона регионарного метастазирования. В комплексную терапию рака тела матки по показаниям включают химиотерапию цесплатином, доксорубицином, циклофосфомидом. С учетом чувствительности опухоли, у гормональной терапии назначаются курсы лечения антиэстрогенами, кистогенами, эстрогенгистогенными средствами. При органосохраняющем лечении рака тела матки, абляции эндометрия, в дальнейшем проводится индуцирование эвуляторного менструального цикла с помощью комбинированных гормональных препаратов. Прогноз при раке тела матки. Дальнейшее развитие ситуации зависит от стадии рака тела матки, возраста пациентки, патогенетического варианта и дифференцировки опухоли. Наличие метастазирования и диссеминации. Более благоприятный прогноз отмечается у пациенток до 50 лет при гормонозависимом варианте рака тела матки и отсутствии метастазов. Пятилетняя выживаемость в этой группе достигает 90%. Худший прогноз отмечается у женщин старше 70 лет с автономным вариантом рака тела матки, у них 5-летний порог выживаемости не превышает 60%. Выявление метастатического поражения лимфоузлов повышает вероятность прогрессирования рака эндометрия в 6 раз. Все пациентки с раком тела матки находятся под динамическим контролем онкогинеколога и гинеколога-эндокринолога. У женщин перенесших органосохраняющее лечение по поводу рака тела матки после гормональной реабилитации и восстановления овуляторных циклов возможно наступление беременности. Ведение беременности у этих лиц требует учета имеющейся гинекологической ситуации. После радикального лечения рака матки путем гистерэктомии у пациенток репродуктивного возраста может развиваться постгистерэктомический синдром.